В Сургутском районе на расширенном заседании тоже оценили готовность к особому режиму работы. В нем приняли участие главные врачи всех поликлиник муниципалитета, транспортные предприятия, управляющие компанией и руководители торговых сетей. Особое внимание сейчас уделяется пожилым людям старше 65 лет. Им социальные работники будут помогать приобрести и доставить домой продукты и лекарства. По всем 12 межмуниципальным маршрутам общественного транспорта будут проводить дезинфицирующую обработку салонов. И отмечать ее выполнение в журналах. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой напомнил о необходимости добровольной самоизоляции тех, кто прибыл из-за рубежа. И гарантировал помощь лечебным учреждениям в оформлении электронных больничных листов. Не надо обращаться в лечебное учреждение. То есть либо на сайте ФСС, либо через портал госуслуги в заявительном порядке оформляется так называемый электронный больничный. Более того, последовали разъяснения о том, что на добровольный карантин, то есть режим самоизоляции, переходят также родственники, которые совместно проживают с этим гражданином. Управляющие компании взяли на себя ответственность и пообещали увеличить кратность обработки рекреационных и общественных зон дезинфицирующими средствами. Заместитель главы района Татьяна Османкина в свою очередь попросила Совета домов провести общие собрания. На них нужно решить, сколько раз уборку будут проводить в подъездах. На особом контроле в Сургутском районе продукты первой необходимости во всех торговых точках. Инспектируют и цены на них. По словам руководителей торговых сетей, товары на полках и складах имеются в нужном количестве. Повышение цен на продукцию не ожидается, во всяком случае, в ближайшее время. Мы считаем, что Сургутский район готов к работе в режиме повышенной готовности. Наши поликлиники готовы оформлять больничные в электронном режиме. Режим работы поликлиник изменен, он удлинен значительно. Мы готовы помогать медицинским организациям по предоставлению транспорта для выезда к больным людям.